Саратовские ученые работают над управлением мыслями человека. К чему это может привести, расскажет наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей постоянной рубрике «Из России с любовью». Здраво! Саратовские ученые не перестают удивлять. То разрабатывают портативный анализатор продуктов, то устройство для определения наркотического и алкогольного состояния. А иногда саратовские умы трудятся над вещами, стоящими за гранью понимания. Например, невидимая ткань. Шапка. Невидимка. До сих пор ищу. Но буквально недавно ученые из Саратовского государственного технического университета научились измерять мыслительные процессы и будут продолжать исследования, благодаря которым можно будет влиять на принятие решений. Проект рассчитан на три года. На его реализацию Российский научный фонд выделил 18 миллионов рублей. Сотрудники кафедры автоматизации управления и мехатроника Саратовского государственного технического университета занялись изучением когнитивного шума, процесса в нашем мозгу, позволяющего сознанию переключаться между задачами. Ученые считают, что когнитивный шум стимулирует творческие способности людей и создает элемент спонтанности в их поведении. Проще говоря, созданная саратовскими специалистами методика делает возможным подвергать анализу личностные характеристики людей, выявлять их предрасположенность к той или иной деятельности. За этот период времени саратовские ученые успели изучить около ста человек. Метод саратовчан можно использовать, например, при приеме на работу. А вам не мешает шум в моей голове? Если ты личность творческая, то наоборот. Чем больше в голове шумит, тем оно, конечно, лучше. А вот, например, пилотам этот когнитивный шум только во вред. Им нужно четко следовать инструкциям. Кстати, завкафедра университета Александр Храмов говорит, что проектом уже заинтересовалась полиция Мадрида. И если прибор рабочий, то интересно было бы проверить мозги некоторых отдельных личностей. Слушая кое-какие предложения от кое-каких чиновников, создается ощущение, что у некоторых уровень шума порядочно зашкаливает. Храмов также заявил, что одна из главных целей – выяснить, можно ли управлять мнением и решением человека. Ведь когнитивный шум отвечает за то, как человек принимает решение. Изучив этот процесс, можно будет понять, возможно ли влиять на мнение человека и перейти к разработке техники, которая управляется силой мысли. Новость сети россияне приняли с некоторой опаской. У одних фразы про управление и мышлением вызывает тревогу и заставляет вспоминать Джорджа Орвелла и его мрачную трактовку мира будущего. А другие относятся к этому более спокойно. Мол, и без этого нашими мозгами есть кому управлять. До скорых встреч!